Сегодня теплые слова, искренние поздравления принимают все учителя нашей страны. Чуваша издавна славилась своими педагогическими традициями. Они берут начало еще со времен великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Чувашский алфавит, первый букварь, повсеместное открытие школ. Основанная им Симбирская Чувашская школа была кузницей кадров для всех национальных школ по Волжье. Сам Яковлев в непрерывной работе изучает различные науки и ремесла. Повладевает в совершенстве татарским, древнегреческим, латинским, древнеславянским, немецким, французским языками. Глубоко исследуют труды классиков педагогики. Академик Геннадий Волков, основатель этнопедагогической науки, продолжил дело чувашского просветителя. При этом, если Яковлев заботился о грамотности населения, то Волков больше о сохранении национальной культуры и языка. Богат он еще друзьями, учениками, семьей. На таком прочном педагогическом фундаменте и богатом наследии базируется работа современных учителей. Каждый из них в этой профессии уникален и в то же время у них единые цели. Ежегодно педагоги Чувашии побеждают в профессиональных конкурсах, демонстрируют свое мастерство коллегам из других регионов. В этом году лучшими в России стали 9 учителей республики. Одна из них, Алена Ядрицева, преподает чувашский язык и литературу в Ибресинской школе номер 2. Вместо стандартных поурочных планов у нее сценарии, КВН, игры и конкурсы. Важно, чтобы ученики услышали друг друга и важно, чтобы ученик услышал тоже учителя. То есть мы говорим, действительно, особенно сегодня важно применение интерактивных методов на уроках. Это применение различных игровых форм. Победитель республиканского конкурса «Учитель года 2018» Татьяна Андреева. Учитель математики и информатики школы номер 12. Тоже любит играть с учениками на уроках. Профессия – ее призвание. Математика окружает нас везде. Мы с вами считаем ступеньки, когда поднимаемся домой до нужного этажа. Мы с вами считаем монетки, когда нас мама посылает за хлебом, допустим, в магазин. У нас постоянный счет. Мы засекаем с вами время, насколько мы опаздываем в школу, например. То есть она везде. Математика давалась мне достаточно легко, и, наверное, поэтому я и выбрала данную дисциплину. Учителя – удивительные люди. Стоять на месте не в их характере. В свободное от уроков время вышивают лентами, бисером, пишут маслом, занимаются лоскутной живописью, создают витражи, теплые игрушки из шерсти, сувениры и даже гигантские цветы. А математики, представьте себе, сочиняют стихи. К сожалению, у людей складывается ошибочное представление о математиках. Мир наш состоит не только из цифр и логики. Нам не чужды никакие человеческие чувства. Может, солнце сменило ненастье? Ждем с надеждой, глядя в окно. Это все ожидание счастья или в самом ожидании оно? Такие учителя – настоящий пример для учеников. Они хранят традиции, приумножают знания, создают будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!